Москва направила Вашингтону протест после снятия российских флагов с закрытых дипломатических объектов США. Накануне создания Генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были спущены и унесены в неизвестном направлении государственные символы нашей страны. Причем все произошло под покровом ночи без официального предупреждения российской стороны из объектов, которые по сути являются собственностью другого государства. О ситуации, которая больше напоминает кражу или провокацию. Из США Александр Христенко. Вот так сейчас выглядит здание российского торгпредства. Центр Вашингтона. Адрес 2201, Коннектикут-Авеню. До последнего времени перед этим особняком развивался российский триколор. Теперь, как мы видим, пустой флагшток. Американцы сняли российский флаг, причем втайне, даже не проинформировав о своих действиях российских дипломатов. На территории круглосуточно дежурят несколько охранников службы безопасности Госдепа. Завидев камеру, секьюрити подогнали ко входу российского торгпредства свою служебную машину, подошли к нам и переписали имя и фамилию оператора, а также название нашего телеканала. Спасибо, спокойной ночи. Одновременно в Сан-Франциско флаг сняли и создание Генконсульства России. И тоже втайне в эксклюзивном интервью вестям посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал эти действия. Американской стороне направлен решительный протест. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в Соединенных Штатах Америки, сопровождающейся оскорбительными действиями. Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. После этого протеста в Госдепартаменте впервые подтвердили, что российские флаги действительно сняли. Добавив, что все было сделано, цитата, «при демонстрации должного уважения». Теперь флаги якобы хранятся в тех же зданиях. Анатолий Иванович, насколько неожиданными стали вот эти действия американской стороны? Две недели тому назад в Соединенных Штатах Америки находился министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. У него состоялась большая серия мероприятий, двусторонних встреч. И, конечно же, одно из центральных – это была встреча с госсекретарем Рексом Теллерсоном. Мне казалось, что конструктивный разговор двух министров закладывает хорошую основу для того, чтобы прервать череду ненужных никому действий со стороны Соединенных Штатов Америки. Анатолий Антонов надеется, что в Вашингтоне всё же одумаются. По словам посла, всю ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений несёт исключительно американская сторона. Александр Христенко, Николай Коскин, Елена Соколова. Вести. Вашингтон, США.